Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео хочу вас познакомить с удивительным насекомым. Крупная, зеленая, в крапинку, очень красивая гусеница, махаон. Нашла я эту красавицу на листьях одного известного растения, семейства зонтичных, на укропе. Конечно, я видела таких гусениц и раньше, но не идентифицировала. А в этот раз решила разобраться, кто же это поселился у меня на грядке. Когда я прошлась по страницам энциклопедии животных и насекомых, оказалось, что моя гостья – это бабочка-махаон, занесенная в Красную книгу, ну, в детстве. Да-да, это чудовище с рогами, оказывается, еще ребенок. Сейчас начало июня. Очевидно, в мае самка-бабочка-махаона после спаривания отложила яйцо на стебле укропа на моей грядке. И через неделю это яйцо превратилось в гусеницу. За один раз бабочка откладывает одно-три яйца. Очевидно, что эта гусеница – очень красочное существо. Я ее встретила в то время, когда она уже приобрела яркий зеленый цвет, черные полосы и оранжевые пятна. Теперь некоторые интересные факты о бабочке и гусенице-махаон. Говорят, в начале своего развития гусеница имеет черный цвет с красными и белыми пятнами. А теперь давайте рассмотрим рожки на голове у этой чудесной зеленой гусеницы. Это своеобразное средство защиты. Так гусеница-бабочки-махаона защищает себя от поедания хищниками. Но это не рожки, как я подумала вначале. Это специальные железы. Если махаон в спокойном состоянии, то рожки железы не видны. Но как только вы гусеницу раздраконите, она возбуждается и на голове выпячиваются железы в виде двух оранжевых выростов. Кроме пугания рожками, гусеница выделяет отпугивающую зеленую жидкость с неприятным запахом. Вот, посмотрите, целые лужи уже на разделочной доске, куда я поместила махаона с листиком укропа. У гусеницы махаона отличный аппетит, скажу я вам. А еще через недельку-другую она должна была превратиться в зеленую куколку. Но не сложилось. А вот так выглядит бабочка-махаон. Посмотрите, какая красавица. Говорят, они не наносят вред растениям на приусадебном участке. Я с этим не согласна. Очень даже наносят вредители еще те. Просто они немногочисленные, поэтому вред не так заметен. Где живет бабочка-махаон? Оказывается, она занесена в Красную книгу, обитает и в Восточной, и в Центральной Европе, встречается в Азии, в Северной Африке и в Северной Америке. А вот в Англии махаон замечен только в графстве Норфолк. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях. Может, еще кому-нибудь будет интересно узнать о том, как выглядит бабочка и гусеница-махаон летом на грядке с укропом.